Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники, посетители канала Процветок. Сегодня я хочу поговорить с вами на одну весьма животрепещущую тему, касающуюся различий сортов различного типа, в том числе генетически модифицированных сортов. Начну с того, что информационное пространство на сегодняшний день просто заполнено всевозможными лживыми, фейковыми, поддельными, некомпетентными новостями и сообщениями. Пожалуй, некомпетентность является, с одной стороны, огромной проблемой информирования людей о тех или иных явлениях, когда человек, информирующий, является глубоко некомпетентным. С другой стороны, некомпетентность характерна для большого числа населения, которое, будучи в школе школьниками, просто не успело получить тот объем информации, с которыми она сегодня сталкивается. Поэтому можно вроде как ей говорить все что угодно, и во всякие страхи, и во всякую чушь и ерунду люди могут верить. А если они поверили, то это для неблага... таких... для плохих людей, одним словом, является хорошей почвой для того, чтобы продать, втюхать, выманить деньги, что угодно, заманить внимание и так далее. Потому что они жаждят ваших денег, как правило. Поэтому снабжают вас недостоверной информацией. Даже если вы этого и не замечаете. Мой выпуск сегодня, как я уже сказал, будет посвящен некомпетентной информации, которую можно часто встретить в интернете, в том числе на каналах YouTube, касающейся гибридов первого поколения, а также ГМО-сортов. Вообще начнем с того, что такое сорт. Сорт – это группа растений, которая отличается от другой группы растений того же самого вида, хотя бы по какому-то одному признаку. Это может быть даже одно растение, не обязательно 2, 3 или 1000. Если оно отличается от растений того же вида, то это можно сказать, что это сорт. У сорта есть определенные критерии. Это отличимость, он отличается от всех от других. Это однородность, то есть все растения, относящиеся к этому сорту, обладают одинаковыми признаками. И это стабильность. Это означает, что из поколения в поколение сорт воспроизводится без изменения этих признаков. Поэтому и томат первого поколения, и просто томат, и кукуруза первого поколения, и кукуруза не первого поколения – все это являются сортами. И яблоня является сортом. Когда вам втюхивают какую-то чушь, которая так только похожа на правду, но вовсе не является правдой, она может звучать как некое компетентное мнение, однако это глубочайшая неграмотность. Когда вы с ней сталкиваетесь, когда вы уже можете отличить чушь, неграмотность от правдивой информации, просто выключайте и дальше не слушайте, потому что все, что вам дальше скажут, это будет обман, направленный против вас. Итак, что такое сорт, мы разобрались. Среди сортов имеются два главных типа сортов, две главные группы сортов. Это линейные сорта и сорта гибриды первого поколения. Линейные сорта воспроизводят самоё себя путём простого получения и пересева семян. Сорта гибриды первого поколения, они не дают потомства такое же, как мы посеяли семена в почву. Связано это с тем, что у сортов гибридов первого поколения есть родители, мама и папа. Почему так делаются сорта? С чем это связано? Дело в том, что и среди линейных сортов есть очень много сортов, обладающих сильнейшей устойчивостью к болезни. Среди линейных сортов имеются сорта с достаточно высокой продуктивностью. Среди линейных сортов имеются сорта с достаточно высокой адаптивностью к холоду, к жаре, к засуху и к другим стрессам, которые для растения представляет окружающая среда. Для многих растений гибридизация, естественная гибридизация является абсолютно естественным и благоприятным процессом, который приводит к повышению продуктивности потомства. Многие растения, перекрёстно опыляемые растения, защищают себя, в том числе в дикой природе, от самоопыления. Самоопыление, искусственное самоопыление приводит к деградации, к ухудшению всех показателей продуктивности этих самых сортов. У гороха, у фасоли вы не найдёте гибридов первого поколения, в силу того, что это самоопылители и у них абсолютно другая стратегия повышения продуктивности своих семян. У подсолнечника, кукурузы, томата, огурца, капусты, которые опыляются насекомыми для получения, собственно, семечек, семян. У них в полной мере развито перекрёстное опыление. И создание гибридов первого поколения направлено на вот это воспроизводство естественных процессов, которые происходят в природе. Если мы берём далёкую от папы маму в генетическом плане и папу от мамы, точно такого же далёкого в генетическом плане, скрещиваем их, получается гетерозисное, высокопродуктивное потомство, которое одновременно обладает рядом адаптивных качеств и устойчивостей к болезням. Таким образом, создание гибридов первого поколения является абсолютно естественным процессом, который человек повторяет за природой. То есть у некоторых культур мы гибридов первого поколения не получим никогда промышленных, потому что селекционер-то получает для экспериментов, для селекции. Но это узкая такая работа, которая характерна только для селекционеров. Для перекрёстно опыляющихся растений, для многих из них как раз гибриды первого поколения являются предпочтительными. Это же самое касается и декоративных растений. У картофеля вы гибриды F1 никогда не получите, потому что понятие линейного сорта и понятие гибрида первого поколения, оно может быть применено только к растениям при семенном размножении, при размножении ботаническими семенами. Ну вот, то есть зёрнышками, да, а не вегетативными частями растений, не луковицами, не клубнями, не чем-то ещё. Только если речь идёт о семенном размножении. Точно так же, как и линейные сорта, гибриды первого поколения могут нуждаться в опылении. Это связано с тем, что для образования плодов или же семян у той же кукурузы опыление абсолютно необходимо. Другое дело, что некоторые растения, например, такие как огурец, они обладают свойством партенокорпии. Свойство партенокорпии означает, что плоды могут образовываться и вовсе без опыления. Очень много существует гибридов первого поколения огурцов, у которых имеется партенокорпия. Если они будут опылены, то в этом случае семена у них образуются, а как иначе их размножить? Если они не будут опыляться, то у них плоды образуются без семян. Партенокорпиков ищут для тех растений, у которых мужское и женское начало на растениях разделены в пространстве. У огурца имеются отдельно мужские цветы, пустоцветы, и отдельно женские. Поэтому ученые нашли там гены партенокорпии и сделали сорта гибриды первого поколения с партенокорпией. Потому что можно отключить образование мужских цветков, сделать так, чтобы цветки были только женского типа, и каждый из них, не нуждаясь в мужском компоненте, образовал плоды. Для многих других овощных и плодовых растений и так далее это вообще не нужно, не требуется. Существуют и другие способы выращивания растений без образования семян. Например, гормональные обработки и так далее. Ну еще есть такое явление, как триплоидность. Это тогда, когда растения все силы отдают на образование плодов партенокорпических без семян. Ну возьмите тот же мандарин или лимон, цитрусы без семян, арбузы без семян, сахарная свекла. Вся идет в корнеплод для того, чтобы по минимуму образовывались семена. Ну кроме того, чтобы семена не воспроизводились недобросовестными фермерами, там промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Иногда включают подобного рода абсолютно нормальные естественные механизмы, которые не позволяют воспроизводить потомство, чтобы покупали все время эти семена. Это и триплоидея, и гибриды первого поколения тоже. Но на самом деле гибриды первого поколения, повторюсь, сделаны не для того, чтобы испортить вам нервы или получить доступ к вашему кошельку. Это сделано для того, чтобы максимально взять от растения его потенциал формирования урожая, благодаря естественным таким причинам, связанным с перекрестным опылением и адаптацией растений к перекрестному опылению. Что касается генетически модифицированных сортов. Действительно, генетически модифицированные сорта являются шагом вперед в создании сортов растений. Ну давайте вспомним. Картофелю вредит колорадский жук. Чтобы избавиться от колорадского жука, применяется в производстве тяжелая химия. Она накапливается в картофеле. Мы эту тяжелую химию потребляем каждый день, если едим картофель, томаты, огурцы, но любые продукты, которые выращены промышленным способом. Мы каждый день в большом количестве потребляем эти остаточные дозы пестицидов. И хотя для остаточных доз пестицидов имеются нормы, нормы их содержания, и вся продукция, которая должна продаваться в супермаркетах, еще где-то на рынке не гарантирует никто. Никто не гарантирует на рынке отчастненько, что там пестициды в порядке. В гипермаркетах есть определенная гарантия, что пестициды будут в норме. Чем прыскает бабушка в своем огороде, а потом продает свойское, деткам покупайте. Это я видел и знаю, неоднократно наблюдал. Вот это огородик для себя, а вот это я на рынок понесу. И всем кажется, что от бабушки будет полезней. Нет, вы отравляете себя каждый день по чуть-чуть, покупая продукты на рынке, надеясь, что они чистые, фермерские. Никакой гарантии нет. Если нет сертификата на органическое производство, что это органическая продукция, сертифицированное производство, бегите как от огня от такой продукции. Лучше в гипермаркете купить. В гипермаркете тоже вы подтравляетесь, но может не такими дозами, не так сильно. Куда смотрит органическое земледелие? Давайте найдем бактерию, которая живет в кишечнике колорадского жука, которая является паразиткой этого колорадского жука. И этой бактерией обработаем картофель. Колорадский жук куснет, заразится, холера, понос, подох. Все. На этом жизнь колорадского жука закончилась. Это препараты битоксибацелин, липидоцит и подобные, которые содержат, например, бациллус турингенсис. Генетики пошли дальше. Они из бациллы достали ген, токсина вот этого, который характерен для, поражает колорадского жука, и всунули его в растение картофеля. Никакого не скорпиона. Скорпион – это чушь, расклонированная по популярным российским сайтам в русскоязычном секторе. Ген скорпиона был внедрен в ген пшеницы с целью придания жаростойкости, засухоустойчивости. У картофеля, бити, картофель, бациллюстрингенсис, это битоксибацелин, уже внутри картофеля есть. Таким образом, не надо ничего прыскать, взяли клубни, посадили, колорадский жук укусил, и он помер, этот колорадский жук. Не надо танцы с бубнами для опрыскивания, а будет ли препарат эффективен, сработает он или еще что-то. Точно так же мы этот токсин съедим, если опрыскиваем картофель и съедим вместе с этими бациллами. Ничего с нашим организмом не происходит. Вся информация, касающаяся бесплодия у человека или у животных, которые потребляют генетически модифицированные продукты, организмы, это все фейк, это все ложь, это все вранье. Ермакова, это ее и же с ней всевозможные фейковые исследования, они давно отвергнуты наукой, она признана лжеученым, она, так сказать, получала неоднократно премии, как лжеученая. А некомпетентные блогеры, некомпетентные каналы продолжают рассказывать эти тупые сказки. Да животноводство в мире больше чем на 80% потребляет генетически модифицированные корма. Да, если бы это было вредно для их организма, никогда бы в сельском хозяйстве кормами такими не кормили. Это наоборот полезно, это слишком может быть полезно. Надо ограничивать себя в питании, в потреблении подобного рода продуктов, потому что толщину набирать, нечего жрать в три горла, слушайте, если дешевые продукты и доступны. Просто не жрите в три горла и все, не будете толстеть. А размножаются эти животные прекрасно, и в странах, где продаются и потребляются генетически модифицированные продукты, размножаются люди превосходным образом. Еще ни у кого бесплодие не образовалось ни у крыс, ни у свиней, ни у коров, ни у кого-то еще. Нужно чуть-чуть включить голову и логику сюда добавить для того, чтобы понимать, что то, что рассказывают относительно бесплодия и генетически модифицированных организмов, продуктов из них приготовленных, это чушь, вранье, полнейшая безграмотность и спекуляция на страхах населения. Почему невозможно купить генетически модифицированные сорта просто в магазине? Связано это прежде всего с законодательствами стран, где продаются подобного рода растения. Законодательство Российской Федерации, в общем-то, запрещает обращение генетически модифицированных сортов, накладывает огромные ограничения. Законодательство Республики Беларусь не ограничивает обращение генетически модифицированных сортов в республике, в том числе для населения, но рынок Республики Беларусь очень маленький для того, чтобы сюда пришли гиганты генетически модифицированных продуктов. Ну, да не продуктов даже, а сортов. Кроме того, созданное лживое, такое фейковое лобби и аура вокруг генетически модифицированных сортов, она отталкивает людей от покупки подобного рода сортов, и поэтому коммерция считает, что это будет коммерчески невыгодно и концентрируется на промышленном секторе, на крупнотоварном секторе. Сказать, что семена слишком дорогие, очень дорогие и будут не по карману, да по карману будут, они не дороже, чем семена фирмы партнер, тех же томатов гибридов первого поколения. Поверьте, сидеть пинцетиком скрещивать томатики для получения семян не более трудоемко, чем разработать генетически модифицированный сорт и потом его воспроизводить. То, что генетически модифицированные сорта не воспроизводятся и не дают потомство, это неграмотно, это чушь, это полная ерунда. Генетически модифицированная кукуруза, она дает вот потомство генетически, но не этот именно початок, но початки генетически модифицированная культура кукуруза дает прекрасно. То же самое касается рапса, то же самое касается капусты и так далее. Более того, у фермеров в странах, где генетически модифицированные сорта выращиваются широко, бывают серьезные проблемы, потому что нельзя воровать генетически модифицированные сорта. Можно легко определить, что сорт или там семена украдены, что они незаконно получены. И вот получается, что растет генетически модифицированная кукуруза, и пыльца полетела к фермеру, который использует не генетически модифицированный сорт, а использует сорт популяцию. Есть и такие сорта, сорта популяции, синтетические сорта и так далее. И эта пыльца туда прилетела, затем у него взяли анализ, сделали семян, которые он использует, говорят, слушай, ты украл наш генетически модифицированный сорт. Да я не украл, он сам прилетел. ну извините, то есть тогда начинаются судебные тяжбы, они воспроизводятся и прекрасно воспроизводятся. Для того, чтобы не воспроизводились эти сорта, ученые предпринимают колоссальные усилия, чтобы так сделать. Почему? Потому что они не хотят, чтобы пыльца летела в природу, опыляла там диких сородичей и передавала гены какой-то устойчивости диким сорным растениям, которые могут скрещиваться с культурными носителями генетической модификации. Никакого отношения, вот это бесплодие какое-то или невоспроизводимость семян, до которого еще когда небо, она не имеет отношения никакого к плодовитости тех, кто потребляет продукты из генетически модифицированных организмов. Поэтому, ну что говорить про генетически модифицированные сорта, если они действительно попросту населению недоступны. Что касается продукции, еще нету ни одного научно обоснованного доказательства, ни вранья, которое льется с экранов телевидения, а научно обоснованного факта, что генетически модифицированные продукты хоть как-то отрицательно воздействовали на организм тех, кто их потребляет. Есть экологические риски, там есть прочие риски, но никак риски для здоровья. Каждый генетически модифицированный сорт испытывается многократно, прежде чем получает допуск к выпуску в окружающую среду. Риски безусловно оцениваются. Что же касается продуктов, которые выращиваются на традиционной пестицидной технологии, Люди, я бы предпочел есть генетически модифицированный картофель, генетически модифицированный томат, огурец и все остальное, если бы они только продавались в ближайшем гипермаркете. Я не хочу есть эти граммы, килограммы пестицидов с этой овощной продукцией, выращенной в промышленных условиях. Именно поэтому мы здесь на канале пропагандируем органическое земледелие, не фейковое природное земледелие, а настоящее природное, научно обоснованное природное земледелие и как вырастить на своем участке безопасную продукцию для здоровья, для окружающей среды. Но для массового производства эти технологии, конечно, не очень подходят. И любой, кто обращается за продуктами в гипермаркет, будь то хлеб или будь то овощи, фрукты и что-то еще, так или иначе получает свою дозу, остаточную дозу пестицидов, вред которых доказан, но их никто не боится. А вред ГМО, который не доказан, ни разу не доказан, вот все боятся. Это как раз, ну, к сожалению, лживая фейковая сущность нынешнего состояния средств массовой информации и недобросовестных интернет-каналов и прочих источников. Пожалуйста, живите разумно, слушайте только компетентных людей, слушайте несколько мнений, прежде чем вы сформируете свое собственное и на его основе будете предпринимать какие-либо действия. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы, будьте с нами, будьте в курсе только настоящих, доказанных.